Жить в ногу со временем, пользоваться государственными услугами без утомительного ожидания в очереди, оплачивать квитанции, общаться по технологии видеосвязи – всему этому обещали научить пожилых людей специалисты школы компьютерной грамотности. В Коворкин-центре «Старт» на Комсомольской улице в Щелкове открылся первый компьютерный класс для ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Администрация Щелковского района при участии Коворкин-центра оборудовали компьютерами шесть мест для персонального обучения. Первые лекции читают специалисты, занятые в IT-сфере. «Ветераны – это та категория людей, которая должна жить в ногу с веком. Я в хорошем смысле поражен. Нашли прекрасное современное, причем современнейшее здание, современное место, хорошие компьютеры. Дай бог, что будут замечательные преподаватели, которые будут, действительно, от них будет хорошая добрая отдача». Щелковский район – в первой пятерке муниципалитетов, где были созданы такие школы. Ведь пользоваться компьютером сегодня так же важно, как уметь читать и писать. «Наша администрация, которая не оставила этот вопрос нерешенным и без внимания. Ведь сейчас в наше время, когда все идет вперед и вперед, пенсионеры остались как бы где-то за бортом с этими госуслугами. Вызвать врача сейчас очень проблемно. И я думаю, вот это – это то, что нужно людям». Школа компьютерной грамотности не первая в городе. Несколько обучающих семинаров проводились и на территории Щелковского МФЦ. В новой же школе слушатели научат большему набирать и корректировать тексты, общаться в мессенджерах, находить в поисковых ресурсах интересующую информацию, а также развивать творческие способности. «Пенсионеры с приставкой «Кибер». На первом занятии, как мы видим, уже присутствует 12 человек. Они бурно общаются с преподавателем, задают очень много вопросов, ведь для них это первое занятие». «Чтобы выйти из просмотра презентации, можно нажать клавишу эскиж, называется «Левый верхний угол». Попробуйте, да, нажать». «По прохождению курсов все учащиеся будут способны самостоятельно работать с порталом госуслуг и выполнять операции в электронном виде без посторонней помощи». «Занятия будут проводить квалифицированные специалисты и благодаря сотрудничеству со школой номер 2 по окончанию курса всем будет выданное удостоверение установленного образца». В составе Щелковской ветеранской организации более 20 первичек, как в самом городе, так и в поселениях. Задача максимум – дать возможность пройти обучение каждому. «Очень рассчитываем на то, что не только в Щелково эта история будет продолжаться, потому что, безусловно, ветеранская организация, она у нас по всему району. Посмотрим, как взаимодействовать с другими поселениями, чтобы доступность была». Чтобы пройти обучение, достаточно обратиться в ветеранскую организацию «Пара-тройка месяцев» и для вас персональный компьютер станет надёжным проводником в цифровой мир. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».